Слово за словом Тема этого раздела — набор и редактирование текста. На уроке вы узнаете, что такое текстовый редактор, как редактировать текст, научитесь набирать и редактировать текст в текстовом редакторе, использовать команды меню в компьютерных программах, открывать и сохранять файлы в текстовом редакторе. Представьте себе, что вы являетесь редактором школьной газеты, и вам принесли заметку. Осень — это самое яркое время года. Все деревья нарядились в разноцветные листья. Как вы думаете, можно ли такую заметку опубликовать в газете? Конечно же нет, потому что в ней есть ошибки. И эти ошибки нужно исправить, то есть отредактировать. Что же такое редактирование? Редактирование — это изменение содержания текста в файле. Набор и редактирование текста осуществляется в текстовых редакторах. А что же такое текстовый редактор? Текстовые редакторы — это программы для создания, редактирования, форматирования, сохранения и печати документов. Существует множество текстовых редакторов. Самые простые из них — это блокнот и WordPad. При помощи этих текстовых редакторов можно редактировать и форматировать текст. Но есть и более совершенные редакторы. Например, Microsoft Office Word. Это текстовый редактор или текстовый процессор предназначен для создания и оформления рассказов, докладов, книг, содержащих надписи, схемы, рисунки, фотографии. Давайте ознакомимся с окном программы Microsoft Word. Давайте запустим программу Microsoft Word двойным щелчком левой кнопкой мыши по ее ярлыку. На прошлом уроке вы убедились, что каждая программа открывается в отдельном окне. Давайте рассмотрим окно программы Microsoft Word. Обратите внимание, что в левой части строки заголовка расположены кнопки панели быстрого доступа. Панель быстрого доступа позволяет получить доступ к основным командам. По умолчанию она включает такие команды, как «Сохранить», «Отменить», «Вернуть». Вы всегда можете добавить любые другие команды по своему усмотрению. Каждая из складок ленты содержит группу команд определенной тематики. Так, кнопки, вкладки «Главное» предназначены для основных действий по редактированию и форматированию текста. Вкладка «Вставка» позволяет добавлять в документ различные объекты – страницы, таблицы, иллюстрации, приложения, мультимедиа, ссылки и т.д. На вкладке «Разметка страницы» собраны команды «Настройки параметров страницы». На вкладке «Вид» вы можете настроить показ линейки. Линейка может понадобиться вам для установки отступов. Рабочая область занимает основную часть окна, в ней проводится работа с текстом. Если мы увеличим масштаб нашего окна, то мы можем увидеть вертикальные и горизонтальные полосы прокрутки. Полосы прокрутки появляются, если не весь текст виден на экране. Если мы уменьшим масштаб, то полосы прокрутки исчезают. Внизу окна расположена строка «Состояние». В ней вы можете увидеть количество страниц, количество слов и другую информацию. Давайте наберем и отредактируем текст, который был дан нам в начале урока. Наберем его также с ошибками для возможности дальнейшего редактирования. Прежде чем вводить текст, нужно определить место его ввода. С этим нам поможет текстовый курсор. Мигающая вертикальная черта, отмечающая место в тексте. Удерживая клавишу «Shift», нажму на клавишу с буквой «О» на клавиатуре, чтобы написать первое слово с большой буквы. Простым нажатием клавиш пишу остальные буквы. «Тире» отделяю от слова с двухсторонными пробелами. Между словами и после знаков припинания всегда ставится один пробел. В конце предложения ставлю поставительный знак. Нажимаю на клавишу «Shift» и клавишу с этим знаком. Чтобы написать следующее предложение с нового абзаца, нажимаем на клавишу «Enter». После того, как мы набрали текст, давайте его отредактируем. В первом предложении ошибка в слове «осень». Вместо «И» мы пишем букву «Е», потому что первичное слово «осенний». Расположим текстовый курсор слева от буквы «И». Нажмем на клавишу «Delete». Клавиша удаляет символ, следующий за курсором. Пишем букву «Е». Во втором предложении ошибка в слове «в деревья». Вместо «И» мы напишем букву «Е». Расположим текстовый курсор справа от буквы «И» и нажмем на клавишу «Backspace». Клавиша «Backspace» удаляет символ, который находится перед курсором. И пишем букву «Е». Мы видим, что в слове «деревья» я допустила еще одну ошибку, после мягкого знака написала букву «Е». Давайте удалим эту букву. Расположим текстовый курсор слева от буквы «Е» и нажмем на клавишу «Delete». После того, как мы отредактировали текст, мы можем его сохранить. Выполнив команду «Файл», «Сохранить как», «Обзор», выбираем место, куда мы хотим сохранить наш файл, «Рабочий стол», дадим ему имя «Осень», «Сохранить». После того, как мы выполнили всю работу, мы можем закрыть документ. Попробуйте и вы самостоятельно отредактировать текст. А теперь ответим на несколько вопросов. Первое. Выберите лишнее. Правильный ответ – «пэйнт». Потому что «пэйнт» – это не текстовый редактор, это графический редактор. Следующий вопрос. Как можно просмотреть количество страниц в открытом документе? Правильный ответ в строке «состояние». Следующий вопрос. Изменить масштаб просмотра документа можно. В строке «состояние». Как вызвать контекстное меню? Щелкнуть правой кнопкой мыши на нужном элементе документа. И последний вопрос. Команды для сохранения документа находятся. Правильный ответ в меню «файл». Я думаю, вы легко справились с этим заданием. Сегодня на уроке вы научились набирать и редактировать текст в текстовом редакторе Word. Открывать и сохранять файлы в текстовом редакторе. На этом наш урок окончен. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»